Всем привет, ребят! С вами Габзор.ком. В лентах социальных сетей регулярно появляются сообщения о пропаже детей. И от этого не страхован даже самый внимательный родитель. Каждый год официально фиксируется до 20 тысяч случаев таких пропаж. Здесь, конечно, можно полагаться на помощь сотрудников МЧС, полиции или волонтеров. Но ответственность всегда будет лежать на родителях. Одним из самых эффективных вариантов, снижающих риски потери, являются GPS-маяки. Не так давно свой вариант исполнения такого гаджета предложила компания Lexan, выпуске в KITS Radar, выполненный в форм-факторе детских часов. Продажи новинки стартовали, более подробные характеристики и цены в вашем регионе в каталоге по ссылке в описании к этому видео. Составляются часы в прозрачном боксе, позволяющем визуально оценить внешний вид устройства. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, зарядный кредл, инструкцию с QR-кодом подключения и гарантийный талон. Lexan KITS Radar вышли в светло-синем и желтом варианте исполнения. Можно будет подобрать оптимальный вариант в зависимости от пола или вашего ребенка. Выглядит аккуратно, корпус компактный. По опыту тестов носить можно с 2,5-3 лет. Браслет не слетает, громоздким не смотрится. Часы защищены от попадания влаги по стандарту IP65. Мыть руки можно не снимая часы, также случайно начавшийся дождь не приведет к поломкам. Ремешок выполнен из гипоаллергенной резины. Можно не опасаться за нежную детскую кожу. В плане практичности все тоже в порядке. Внешние поверхности не марки. По центру пластиковый 0,9-дюймовый LCD-дисплей, включаемый светодиодной подсветкой. На экран вводится информация по времени, дате, количеству шагов, пройденных за день, уровню заряда аккумулятора. На правой грани пара механических кнопок. Одна включает как раз ту самую подсветку, а вторая активирует режим SOS. Кнопки полного выключения на этих часах не предусмотрено. Так исключается риск случайного нажатия ребенком во время ношения. С противоположной стороны контактная группа. Используется магнитный крепеж. Здесь также учли целевую аудиторию. Выполнен блок в виде мишки с подсветкой. Зарядить можно будет с любого доступного USB разъема. На корпусе часов выведен микрофон. Внутренняя сторона несъемная. Установка сим-карты в эти часы не требуется. Она встроена в сами часы и включена в общий сервис, о котором сейчас мы с вами и поговорим. Для взаимодействия с часами потребуется загрузка программы Александр Кейер на смартфон, работающий на базе операционных систем iOS и Android. Первым шагом проводится регистрация, используя номер владельца телефона. Далее добавляются часы, проводится все это простым сканированием QR-кода на инструкции. После успешного подключения уносятся данные вашего ребенка и общие параметры. Как я говорил в начале, Александр Китс Радар не требует установки сим-карты. Вместо этого используется встроенно. Первоначально предлагается первые пробные 30 месяцев эксплуатации бесплатно. Далее абонентская плата за пользу сердцем варьируется. Минимально 167 и до 300 рублей в зависимости от срока, который вы оплачиваете. Без необходимости оплаты роуминга при путешествиях. В главном окне приложения отображается карта с местоположением ребенка. Здесь же доступна кнопка принудительного отображения местоположения, а также кнопка аудиозаписи. Микрофон достаточно чувствительный, голоса разговаривающих рядом людей слышны отчетливо. Часы не выдают активированные записи. Будет полезно для прослушивания в экстренных ситуациях или наблюдения за няней. Записи в последующем можно будет прослушать в отдельной вкладке с уведомлением. Предлагаю послушать, как звучит весь микрофон. Итак, тестируем звук. Раз, 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 тестируем звук. Часы предлагают ряд настроек работы. Стоит обратить внимание на интервал обновления данных по местоположению. Минимальное 15, 30 и 60 минут максимально. В зависимости от той частоты, которую вы выбрали, будет меняться детализация получаемых данных, а также, конечно же, время автономной работы. Аккумулятор тут съемку стоит 270 мАч. Он обеспечивает до 30 часов автономной работы. При получении данных каждые 15 минут и плохих условиях приема. Время сокращается примерно вдвое. На полную зарядку требуется 2 часа. По личному опыту заряжать нужно каждый вечер. При прогулках в торговых центрах или местах с большим скоплением людей полезной будет опция контроля с использованием Bluetooth. При удалении ребенка дальше 10-15 метров будет вводиться предупреждение. Для тех детей, которые самостоятельно добираются до школы или секции, можно задать безопасную зону на карте. При выходе за ее пределы будет вводиться предупреждение. Так вы можете, например, узнать, когда ваш ребенок прогуливает. Александр Китс Радар позволяет просматривать перемещение ребенка. Выбранный интервал времени. На карте отмечаются те самые точки и общий маршрут. Есть возможность добавить до 6 присматривающихся ребенком. Мамы, бабушки, дедушки смогут получать также данные о месте положения вашего ребенка. Мы можем смело рекомендовать Александр Китс Радар всем родителям. Недорогой девайс с простой настройкой и широкими возможностями мониторинга. Он может стать той самой палочкой-выручалочкой в критичных ситуациях. Плюсом отнесем дизайн, защиту от воды, информативный дисплей, гипоаллергенные материалы, возможность скрытой записи звука, детальные настройки, шагомер, наличие кнопки SOS и бесконтактную зарядку. Но перед покупкой стоит учесть, что помимо затрат на сами часы, потребуется еще и оплата абонентской платы. Не устроить может только время автономной работы. Всем спасибо за внимание, ребята. Нас впереди ждет много интересных новинок. И пока-пока.